здравствуйте уважаем охотники нашей лекции охотничьего самообразования продолжаются значит пандемия коронавируса уже пошла очень сильно москве и московской области на спад и в других регионах как говорят по центральному телевидению это очень хорошо значит охота откроется и мы с вами пойдем на охоту и будем охотиться и получать удовольствие а хозяйство заработают какую-то копеечку будет зарплата егерскому составу будут деньги на карман охрану не значит и охотничьих хозяйства будет дальше существовать но сейчас я хочу озвучить один вопрос который вы мне задали господа охотники слушай мои лекции вай петрович расскажите о промысле расскажите о промысле охотничьим значит передо мной нету никаких архивных документов я подумал есть какие-то цифры сколько было когда-то копзер промхозов госпромхозов значит северных совхозов колхозов которые занимались промыслом ну опять эти цифры это все хорошо но я посчитал что они не нужны в этот раз и просто давайте поговорим о промысле как а таковом промысле а сразу могу сказать я застал одни из лучших времен охотничьего промысла что такое промысел мы делили спортивную охоту и промысловую охоту в свое время промысел это все на чем на охотники зарабатывали деньги то есть если вы добываете пушнину капканом сдаете за год контору а была был специальный список пушнина которую можно было на продать или оставить для себя значит например та же янтовидная собака она не подлежала обязательной сдачи государству везде по всей стране в центральной полосе россии по крайней мере ее можно было оставить себе а вот лисицу надо было сдать куницу надо было сдать белку ты обязан был сдать то есть был список пушнины которая подлежала обязательной сдачи государству там зайцу русака не надо было сдавать он не подлежал обязательной сдачи тоже мог оставить себе и поэтому добавь янтовидную собаку ты мог оставить Сделал себе шапку, шубу пошли для жены. А мех очень пользовался спросом в тех же 80-х годах. Значит, если ты имеешь меховую шапку, это было что-то. Это ты считался обеспеченным человеком. И люди на этом зарабатывали деньги. На бобрах. Одна шкурка бобра, я уже говорил не раз, стоила порядка 100 рублей. В среднем. Особо крупная. Районный охотовед инспекции получал 96 рублей на руки. А тут 100 рублей одна шкурка бобра. И задача была получить лимит лицензии. Он всегда был лицензионный вид. Андатра, по-моему, 5 рублей советских денег, 5 с чем-то она шла в заготовке. Но если в тихушку ее охотники оставляли себе, то андатровая шапка доходила до 250 рублей. Полная такая не обманка. И хорошо продавалась, потому что андатра пользовалась спросом. Белку никто не оставлял, все сдавалось за год контору. Это был промысел центральной полосы России. Я помню, я был маленьким. И батя мой ходил на охоту с лошками, с коллективом на лисиц. Они вложили лисиц. Интереснейшая охота. Интереснейшая охота. К сожалению, она сегодня забыта. Потому что лиса никому не нужна, трудозатраты никому не нужны. Они вложили лисицу, добывали эту лисицу. Охотник, который добыл ее, если он брал себе шкурку, она оставалась ему. А он давал 10 рублей народу на Могарыч, на праздник вокруг этой лисицы. И вот они обдирали эту шкурку, забирал ее охотник. А на десяточку они после охоты собирались в каком-то укромном месте. У нас было свое помещение первичного охотколлектива. И мужики там сидели и разговор разговаривали. А мы, пацаны, им завидовали. А я, когда уже работал в инспекции, а лиса была к обязательной сдаче государству. И ее надо было сдавать за год конторы. Я делал очень просто. У нас было две бригады на территории нашего, где я живу, значит, Щелковского Роуир, возле моего города. Две бригады, которые охотились флажками. Это были старейшие охотники, молодежь была, фанатики такой охоты. Я подходил к одной бригаде, говорю, сколько в этом году добыли лис уже в конце сезона. Они говорят, не одной. Или там одну. Я говорю, а вот эти? Они говорят, а эти семь штучек, эти семь штучек. Отлично. Дальше я шел к той бригаде. И спрашивал, сколько вы добыли лисиц? Они говорят, не одной или две. А те восемь? Те восемь. И я тогда знал, значит, каждая бригада, сколько добыло лисиц, подходил. Говорю, вы сдайте восемь, вы сдайте семь. Они всегда делали удивленные глаза. И сдавали этих лисиц за год контору. Потому что цена была... Ну, это просто за лису там 30 рублей давали за сданную за год контору. А если продать на черном рынке, там 200 рублей. Вы понимаете разницу советских денег. Это был промысел для охотников-любителей. Я не беру сейчас промысловиков, живущих чисто на промысловых территориях. Значит, и, конечно, государство имело систему госпромхозов. Это государственное промысловое охотничье хозяйство. Кобзер промхозов. Это КЗПХ. Это система потребительской кооперации. Рай за год конторы тоже проводили заготовительные моменты по пушнине и по мясу. Значит, северные совхозы, северные колхозы. Вот. И все люди, живущие на отдаленных территориях России, занимались промыслом. Это были пушнина. Это заготовка мяса. Хотя в европейской части, в спортивных охотных хозяйствах мы также готовили мясо. Мы стреляли лосей. Был товарный отстрел. И это назывался он товарный-промысловый отстрел. И, например, разрешалось искать этих лосей с применением автотранспорта. Единственное, ты не мог стрелять с машины. Ты должен был заглушить ее, выйти и стрелять. Ну, понятно, что стреляли. Но ты это мясо обязан был сдать государству. В заготовительную организацию. Условно государству. В столовую какого-нибудь завода. И эти организации перечисляли деньги. Или охотобществу, или госохотинспекцию. В зависимости, на какой территории ты охотился. Они перечисляли условно по 3 рубля за килограмм. Охотник получал по 70 копеек. А разница оставалась в той организации, кто имел лицензию. И лицензии охотники давались бесплатно. Охотник оставлял себе голову, ноги, внутренности. Все остальное сдавалось. Даже шкура лосиная. Также был товарный отстрел медведей. Ты оставлять себе здесь мог шкуру, значит, череп. Лапы по скакательной суставу. Мясо сдавал государству. И кабанов тоже сдавали. И косуль сдавали. Олени сдавали. Это была заготовка мяса. И также промысловое хозяйство этим занимались. И плюс промысловое хозяйство, конечно, готовили очень много дикоросов. Готовили ягоду, клюкву, бруснику, рыбу готовили. Например, была такая организация на Камчатке. Называлась Камчат Промоохота. Вся территория Камчатки, вся территория, значит, была под Камчат Промоохотой. Там не было копзверпромхозов. Там не была система потребкоопераций. Там была система главоохоты, государственные структуры. Значит, и охотники готовили рыбу, значит, и пушнину готовили, и дикоросы. Основной грибы были грибоварки, сушили грибы. Жимолось там заготавливали, значит, где-то бруснику готовили. Но рыба и пушнина это были основными видами. Ну, и мясо немножко готовили лося, значит, в Пенжинском районе, в Алюторском районе. А когда лося перевезли с севера в Мильковский район, то готовили здесь уже в центре Камчатки. Медведи также стреляли. Ну, медведь там в основном трехинелезный. Ну, что-то как-то тоже готовилось. Значит, я знал, что многие охотоведы уходили в штатные охотники в Камчат Промоохоте. Почему? А зарабатывали хорошие деньги. Значит, до 17-20 тысяч рублей советских денег можно было за сезон заработать на соболях или на рыбе. Я знал штатных охотников Камчат Промоохоте во времена советской власти. Вот прямо от начала перестройки, которые имели на сберегательных книжках по 100-150 тысяч рублей советских денег. Поверьте, это огромнейшие деньги. Это огромнейшие. Это олигархи современные. Они могли себе позволить купить дом, где-нибудь в Краснодарском крае, любую машину. Летать, отдыхать в любую точку Советского Союза. Такси нанимать, чтобы оно дежурило и за пончиками им ездило. И купаться в шампанском. Это огромные деньги. Люди зарабатывали, значит, это на промысле. Сразу могу сказать, что госпромхоз госпромхозу рознь. В Коме, например, одни были госпромхозы. Там они и скот держали, коровы держали. Даже молоко какое-то готовили. Сено косили. И пушнину добывали. И пушнина тоже разная. Где-то куница заготавливается в том же Коме. Или Соболь. Даже Соболя разный. Алтайский Соболь – это один кряш. Камчатский – это другой. Он лохматый, чуть седяной. Или Баргузинский кряш. Это абсолютно другое. Была система госпромхозов. Композепромхозов. Значит, это были рабочие места. Это были штатные сотрудники госпромхоза. С трудовой книжкой штатные охотники. Им определяли цели и задачи. Они получали заработную плату. Они получали с пушнины, с рыбы зарплату. Платились налоги. Им шел трудовой стаж. Во многих местах госпромхоза помогали людям провиант. Заранее деньги выделяли под закупку снаряжения. По закупку продуктов. Помогали обустроить их охотничьи участки. Потому что они не были частными. Они были закреплены за госпромхозом. За Кобзерпромхозом. Люди туда заезжали. Строили избушки охотничьи. Путики обустраивали. Это была их непосредственная работа. Они получали за это заработную плату. Построили избу на своем участке, где ты охотишься, тебе. Госпромхоз выплачивает за это определенную сумму. Были расценки. Тарифы были. Причем ты мог один заброситься. Мог с другим охотником заброситься. 4-5 у тебя построили. У другого человека построили. Расчищали дороги, тропы. Мосты делали через ручьи. В общем, обустраивали систему путика. Кто говорит, промысел. Да, промысел. Но я могу так сказать, промысел. Это очень тяжелая штука. Вот этот фильм «Счастливые люди», от которого все балдеют. Все тащатся. Снятый. Он снимался много лет. Значит, в Бахте. И там якобы счастливые люди. Я могу так сказать. Люди, которые в тайге, они счастливые по-своему. Но они и несчастные с другой стороны. Ты живешь один в тайге, например. Вдвоем на участке были. Посылали. Но многие жили по одному. Ты просто живешь полгода в тайге на промысле. Ты один. Ты упал, сломал ногу. До рации не добрался. А не во всех госпромхозах и взрослых промхозах была рация. Чтобы сообщить, что с тобой что-то случилось. И ты погиб. Значит, никогда штатный охотник не сделает лишнего движения. Потому, что лишнее движение – это затраты энергии. Ты просматриваешь свой день, свой промысел. Все это дело заранее. Ты никогда не начнешь там… Ну, как я всегда говорил. Вот они через пороги справляются на лодках. Там переворачиваются. Штатный охотник никогда этого не сделает. Он обойдет пороги. Потому, что он понимает, что на кону стоит жизнь. Постоянно то под лед провалишься, то нападение медведя, то еще что-то. То самострел. Я таких случаев знаю тысячи в тайге. Но ты всегда надеешься только на себя. И ты живешь этой жизнью. И ты свой день планируешь. Сегодня дровишек нарубить, завтра баньку. Базовая изба. Есть палатки эти, где ты остановился в этой палатке просто на ночлег. Мороз, не мороз. У тебя несколько бревен, значит, венец. А потом стоит брезент. Там печка железная. Пока печка горит, тебе тепло и жарко. Как она прогорает, тебе холодно. Это сейчас там Ямахи. Вот, снегоходы. А раньше на лыжах. Зачастую лыжи сами делали. Очень хорошие лыжи были. Нововятские. Да. Камусом подбивали. Причем камусом подобьешь. Они тяжелые. У тебя шпальцы выворачивают. Да. Делали узкую полосочку, так сказать. Чтобы они немножко отката не давали, где в горной местности. Значит, снегопад прошел. Ты начинаешь топтать эту лыжню. Чтобы пробиться, значит. Я говорю еще раз. Не везде. Люди имели снегоходы. Зачастую ходили на лыжах. Вот. Многие даже собак не брали. Потому, что собака обременяет. Ее надо кормить. А я вот без собаки не мог. Потому, что с собакой ты общаешься с собакой. Ты разговариваешь. Собака это, ну, это, как сказать, в кавычках человека, без которого просто в тайге очень сложно и очень тяжело. Вот. И ты пришел вечером в избу, вваливаешься там, ну, холодный, там, промокший. Первое, что делаешь, конечно, затапливаешь печку. Потому, что, когда ты из избушки уходишь, у тебя в печи уже заложены дровишки. Заложены береста. Твоя задача только спичкой чиркнуть. А железная печка, она у-у-у-у-у. Все. И пошло тепло. Потому, что, не дай бог, ты провалился, ты обледенел, ты на карачках дополз. А когда тебе тут еще печку дрова накладывать? Ну, то есть, это такая система промысла. Хорошо, что если печку есть возможность обложить какими-то кирпичами, доташить до охотничьего участка. А иногда это не получалось. Вот. Не везде есть камень. С реки там тоже эту избушку обложить. Вернее, печку обложить. И поэтому она зачастую просто железная. Там базовую избу, да, ты обустраивал. Вот. Базовая изба у тебя сенья. У тебя печка. У тебя нары. У тебя, значит, столик. Вот. Окошко. Ладно, это сейчас там дески завел. Бензин завез. А иногда керосиновая лампа. И бережешь вот это вот стекло от керосиновой лампы. Не дай бог, оно упадет, лопнет. И тогда ты делаешь такой светильник из концерной банки. Наливаешь туда бензин солью, зажигаешь, чтобы копать. Я все это прошел. Вот. И поэтому ты в избу пришел, только спичкой чиркнул. Первое, что ставишь, еду для собачки. Она замороженная за день. Мороз оттаяло. Ни, конечно, ни горячий, чуть теплый. Размешал. И первый кормишь собак. Собаку никогда я в избушку не пускал. Никогда не пускал. В сене тоже не пускал. У меня была будка возле к избушке прислоненной. Ну, шалашик такой. Там лапник, там солома какая. Ну, в смысле сена. Собака туда. Все. Она ложится. Ты ее покормил. А потом уже сам начинаешь готовить себе еду. Параллельно ты пушниной занимаешься. Тебе надо белок ободрать. Куницу ободрать. Или соболя. В зависимости от того, чего ты добыл. Все это подвешиваешь. А утром тебе опять надо идти проверять путик. Потому что путик делался вот такой кольцевой. Значит, и ты обошел. В СБУ обошел в СБУ. Если ты работаешь на одной избе. Если у тебя есть остановочные избы, то можно было, значит, по-другому. И когда мы изучали экономику охотничьего хозяйства. Я всегда спорил с преподавателями. Они рассчитывали рабочий день штатного охотника. Промысловика. То есть, вот он идет с такое-то время. Вот он услышал, работает собака. Столько-то минут. Вот он подошел. Вот он делает выстрел. Все это ерунда. Потому что всю эту экономику охотничью ты не распишешь на свой день. У тебя, может быть, спина заболела. И ты несколько дней валяешься в избушке. Никому не нужно. И не знаешь, как ее лечить. Потому что нет рядом нервопатолога или массажиста. У тебя прихватил радикулит. У тебя зуб мог заболеть. И ты не знаешь, как его вылечить. Потому что набирали какие-то таблетки. Но, сами понимаете, к врачу, конечно, если была рация, ты мог вызвать сам авиацию. Прилетал вертолет с госпромхоза, с Кобзерпромхоза. Это стоило как бы для госпромхоза деньги. Штатник не платил. Но, я говорю еще раз, были охотничьи участки, где никакой рации не было. И ты просто как ушел туда, тебя завезли вертолетом. Например, и тебя вертолетом. Ты просто договариваешься на определенный день. Прилетает вертолет. И были случаи, вертолет прилетел, а следов нет. Он даже не стал садиться. Охотовед облетел, улетел. А в этот момент человек лежал в избушке. У него болела спина, у него отказали ноги. А он посчитал, что охотник пешком пошел там и прочее. Значит, штатные охотники, счастливые люди, в кавычках, до старости глубокой, практически никто не доживал. Я знал много охотников. Они просто зачастую погибали. Погибали, я еще раз говорю, в тайге. То под снегоход попадет, значит, то утонет. То, значит, случаев было очень много. То медведь задавит, то пропадет в тайге. И т.д. и т.п. И, конечно, постоянные простудные явления. Постоянные все вот эти вещи. Даже вот медведя. Я как-то на Камчатке, молодой один охотник, забросился в тайгу. И взял, вольнул медведя. Хорошего, огромного, черного. Увидел. И вольнул его несколько километров от избушки. И вот он этого медведя потом неделю таскал на горбу. Вот это мясо, шкуру до избы. Потому что это заготовка мяса. Собак кормить и прочее. На что ему его отец, охотник со стажем, сказал, зачем ты это сделал? Ты добудь медведя возле избы. Пусть он маленький, пусть он небольшой, пусть он средний. Ну, чтобы тебе хватило мяса для собачек, для промысла там. И это рядом. Я еще раз говорю. Энергозатраты. Ты постоянно просчитываешь свою жизнь в тайге. Это кажется, там, вот, там, пошел, там, да, птичка, там, погода хорошая. Сегодня хорошая погода. Завтра фурга началась. Завтра какой-нибудь дождь со снегом пошел. Ты ушел в лес, лыжу сломал. Я могу так сказать, что проблематично будет вернуться. Я как-то на промысле, нисходя с места, семь глухарей отстрелял. Тук-тук-тук-тук. И, ну, как выводок, поднялся. Собачка работает, я их всех перестрелял. А потом думаю, а как мне тащить? А я тащить надо было шесть с половиной километров по болотам. И шесть глухарей дотащить невозможно. Я их подвесил. И потом периодически ходил в это место. Одного петуха принес. Там двух петухов принес. Потому что ты все это делаешь на себе и на горбу. Ты приваду таскаешь, ты капканы проверяешь, ты железо заносишь. Ну, железо как бы занес, потом его, железо, капкан, я имею в виду, закрыл. Значит, они у тебя висят тут возле ловушек. Если ты постоянно на этом участке охотишься и постоянно его обустраиваешь. Обустраивали участки годами, просто годами. Дополнительную избушку там дополнительно. Значит, что могу сказать? Конечно, ты в тайге живешь, ты живешь, ты ни от кого не зависишь. Ты сам определяешь свою жизнь. Вот в этом ты счастливый человек. Ты открыл глаза, ты на работе. Ты закрыл глаза, ты на работе. Ты хочешь сегодня сделать, значит, себе банный день. Ты хочешь сегодня пастерушку устроить. Надо ты дровишек дорубишь там. Надо ты сегодня какой-нибудь праздничный ужин себе приготовишь там. Блинов напечешь, да. Собачки лапы сбили, значит. Надо собачек подлечить там. Еще что-то. Пушнинкой позаниматься. Ты живешь очень спокойно и живешь нормальной своей жизнью. Когда ты выбираешься из тайги в крупный город, выходишь из тайги. Вот тут ты тоже кайфуешь. От чего кайфуешь? От большого количества людей, я это заметил. Ты идешь, и кругом много народу. Ты их видишь. Они говорят, ты прислушайся, ты их слушаешь. Тебе приятно среди людей. Ты их давно не видел. Ты балдеешь. Ты балдеешь, но проходит какое-то время, неделя-две, месяц, и тебе становится плохо среди этих людей. Ты уже их не понимаешь. Они тебе уже надоели. Ихние разговоры, ихние вопросы. И тебе опять надо удрать в тайгу. И ты опять уходишь в тайгу. И ты уезжаешь в тайгу. И тайга – это твой дом родной. Как вот живут там коренные малочисленные народы. Там оленеводы, ненцы. Вот как я с ними в мизинском народе, в Архангельске сталкивался. Он взял, пошел по тайге. Это его дом. Как мы ходим там по Москве, по асфальту, в метро, из метро. А он идет по тайге. Он идет, надо ему остановиться. Он костерок разжег, топлянку сделал. Свернулся калачиком, лег, лапничку наломал, поспал. И так всю жизнь он живет. Он оленей пасет. Он увидел там пушнинку, куничку добыл. Где-то капканчик проверил. Медведь пришел, оленя. Он медведя грохнул. Значит, потому что он на оленя нападает. И это его жизнь. Это его жизнь. И ничего другого ему не надо. И не надо их заставлять строить дома, квартиры, кирпичи класть. Они не будут этим заниматься. Они привыкли жить в тайге. И также штатные охотники, которые принимали непосредственное участие в промысле. Значит, пушнина, это было достояние нашего российского государства. И пушнина шла и на внутренний рынок, и на экспорт. Сейчас, кроме Соболя, по большому счету ничего западников не интересует. Значит, в этом году, как мне сказали ребята, был огромный спрос на колонка. Но колонка практически никто не заготовил. Если кто заготовил колонка, мог его очень хорошо, выгодно продать. И колонка, я пока не знаю численность колонка, но такое у меня впечатление, что его становится меньше и меньше. То есть, его могла давануть как пищевой конкурент норка американской, которая заселилась, ее много было и есть. Хорек мог, он более агрессивный, чем колонок. И вообще бы разобраться, что происходит с тем же колонком. Что происходит с тем же горностаем. Был такой вид зверя, как солонгой. Вот куда он делся? Я вот, например, не знаю, что с солонгоем. Раньше крота готовили, тоже был промысел крота. Человек едет на велосипеде, крот через дорогу делает свой ход, гряду, два капканчика ставишь, и кротики попадаются. По 50 копеек шла шкурка крота. Обдираешь ее ковром, значит, на досочку она высыхает. Люди машины покупали в советские времена на кротовых шкурках. Это тоже был один из видов промыслов. То есть, я еще раз говорю, промысел промыслу рознь. Промысловая охота, она бывает разной, о чем я вам веду. То есть, промыслом занимались и в центральной полосе России. Создача шкурки, и мясо государству. Промыслом крот, ловля крота, это промысел. Добыча белки, создача шкурки за год контора, это опять был промысел. Значит, госпромхоз, это уже крупная машина, государственное хозяйство, которое занималось чисто освоением вот этих вот охотничьих угодий. Причем, госпромхоз имел нарезное оружие. Пожалуйста, тебе давали, значит, мелкашку ту же. Это штатные охотники имели оружие. И плюс любители. То есть, ты работаешь, живешь в поселке, ты работаешь на какой-то работе, ну, там, трактористом в совхозе. А на сезон ты хочешь заниматься промыслом. У тебя есть участок, ты заключаешь с госпромхозом договор, и тебе дают капканы, тебе дают, значит, деньги на продукты питания, и ты получаешь мелкокалиберную винтовку или белку. Значит, мелкашкой один гладкий карабин мог получить там какую-нибудь там трехлинейку, да, и для отстрела тех же копытных. И ты с этим оружием, хотя ты не имеешь в личном пользовании, но госпромхоз тебе, или копзерпромхоз, выдавал нарезное оружие, и это было нормально. Значит, коренные народы с 14 лет получали промысловый охотничий билет, и был промысловый охотничий билет, и он выписывался охотоведом госпромхоза. Значит, с 14 лет коренные малочисленные народы получали билеты, и с 14 лет они могли принимать, так сказать, участие в промысле. Значит, если ты не охотник, вообще охочешь заняться промыслом, Ты приезжаешь в госпромхоз, госпромхоз имеет какие-то участки, которые ни за кем не закреплены, и ты можешь там избы даже оставались, значит, охотник мог умереть, мог покинуть эту территорию, то ты заключаешь договор, и тебе выписывают государственный охотничий билет, значит, считалось, что охотовед госпромхоза с тобой провел какой-то разговор на тему охоты, на тему техники безопасности, и тебе выписывают охотничий билет. Ты подписываешь, у тебя государственный промысловый охотничий билет, и ты получаешь оружие в этом госпромхозе, и едешь с этим оружием охотиться, и не обязательно было иметь какое-то разрешение органов милиции. А когда промысел заканчивается, ты это оружие опять подотчетно сдаешь на склад госпромхоза, также ты капканы сдаешь, которые тебе выдаются на элемент промысла. То есть, был такой, ну, производство, что ли, промысловое, и я знаю, что я вот когда в Свердловской области бывал, значит, в госпромхозе, приезжали люди просто на заготовку, там, с города Свердловска, значит, сейчас Екатеринбург, да, прилетали там какие-то ученые, там, математики, они заключали договор с госпромхозом, они забрасывались в тайгу, причем они знали, сами как-то заезжали с кем-то, договаривались, смог госпромхоз забросить, и они готовили клюкву. По договору они клюкву обязаны были сдать в госпромхоз, значит, они в заготконтору. Госпромхоз принимал у них эту клюкву, сахарил клюкву, значит, упаковывал, и она шла тоже на внутренний рынок, и также на внешний. Сейчас, мне всегда, вот я много, несколько лет назад, когда министр сельского хозяйства, не нынешний, а прошлый, заявил, что у нас в России мы клюкву закупаем в Финляндии, чтобы готовить йогурты на территории России. Меня это, конечно, убило просто, потому что, ну, это что-то. Я понимаю, что в Финляндии клюква искусственно выращенная, что она дешевле. Столько клюквы мы готовили, столько брусники мы готовили, что йогуртов можно делать, не переделать, только для этого надо соответствующие ингредиенты, молоко, что там, еще йогурты готовят. Готовился папоротник Орляк, он уходил у нас в основном в Японию, в Корею, причем японцы присылали свои кубитейнеры, даже резиночки этот папоротник перевязывать, были технологии. Все это есть, все это осталось, всегда можно договориться, значит, с той же Японией, с той же Кореей и поставить им, опять же, наши дикоросы. Вот, а это рабочие места, это социалка, это заработная плата, как вы понимаете, просто надо наладить всю эту систему заготовок и поставок на Запад, да. Амурские госпромхозы мед делали, значит, Алтайские госпромхозы мед делали. Был госпромхоз, который работал чисто на Сайгаке, Астраханский, сейчас Сайгака кончили. Был госпромхоз, который работал чисто на Северном олене, Таймырский, сейчас кончили Северного оленя, его практически в России дикой популяции не остается. Вы понимаете, в чем мы творим, да? А когда были госпромхозы, когда был рациональный промысел, значит, все это было, мы следили, мы никогда не перебирали то количество животных, которое, значит, мы брали из природы. Потому что охота, в первую очередь, это рациональное пользование природными ресурсами, природными богатствами. Шишку кедровую готовили, вот, никто кедровники не пилил, не рубил, не дай бог, значит, даже колотом, когда били, и то это считалось, как бы, очень плохо. В принципе, ждали, когда шишка упадет, там, ну, вот, ну, на кошках там лазили, но чтобы кедра свалить из этого шишки взять, тебя там закопают в этой тайге, и тебя просто не найдут. Вот рыбу, я еще раз говорю, готовили красную, например, Камчатпромохота обеспечивала лососем, рыбой, всю территорию Камчатского края, то есть местное население, которое жило на территории Камчатки. Причем я еще застал, когда госпромхозы чавычу готовили, сейчас чавыча в среднем там 10 килограмм, 12 килограмм, тогда неводом заводят там чавыча по 49 килограмм, по 39 килограмм, и вот эти чавыча 40 килограммовые там, да, 39 килограммовые попадались на спиннинг, причем не было этих инерционных катушек, была Нева, и ты, чтобы ее остановить, когда чавыча сядет, ты палец большой в эту катушку, она бьет по пальцу, вот такой вот синий палец, ну, ты вытаскиваешь, значит, эту чавычу, я помню, голов наотрезал, и на Камчатке жил в гостинице, готовил голову чавычу, варил в чайнике, и все это было вкусно и правильно, и госпромхоз икру делал, значит, рыбу солил, все это было, были технологии, были, значит, все разработанные вещи, и все это сделало наше советское-российское охотоведение, стандарты были мясные, значит, как мясо готовить, что готовить, шкура-посолки работали, значит, например, из шкуры косули, прекрасный лайк готовился, перчатки лайковые, там можно было костюм пошить прекрасный, красивый, лосиные шкуры шли в производство, вот, сейчас все куда-то делось, и никому ничего не надо, и промысел как таковой, он немножко погибает, люди ходят на соболя, но на сегодня соболя уже добываешь себе в убыток, больше люди ходят по старинке, потому что им это нравится, потому что это, ну, работа их предков, да, и они там жили, они там родились, и они без этого не могут, и они продолжают ходить на промысел, и добывать этого соболя, и за копейки его на сегодня, значит, сдают, продают перекупщикам, вот, я уже устал говорить, что надо делать систему потребкооперации в России, она была и при царе-батюшке, она была при советской власти, сейчас потребкооперации нет, ну, то есть, она там где-то существует, какой-то центр-союз, но, я так понимаю, они занимаются тем, что сдают здание в аренду, и с этого живут, а нормальной потребкооперации нет и не существует, хотя надо строить заготовительные фактории по территории России, куда завозить припасы, завозить продукты, люди туда будут добывать, пушнину сдавать, дикоросы сдавать, подумать систему переработки, я еще раз говорю, потому что это социалка, это экономика, это рабочие места, маджемент должен работать по заготовкам, по системе потребительской кооперации, люди должны знать, куда сдать, может мясо там свое, там вырастил корову, зарезал, мясо сдал, так раньше было, кролика сдал, шкурку кролика сдал, мед сдал, а людям надо производить товар и реализовывать его, а этот товар потом уже реализовывать через магазины дары природы, там завозить в крупные города, но я еще раз говорю, это все можно продумать, это должна быть большая государственная программа в области охоты, в области заготовок, ее к сожалению нет, и никто не собирается ее делать, хотя царская власть, советская власть в первую очередь этим занимались, понимая, что в отдаленных районах нашей необъятной страны мы должны дать работу людям, потому что я всегда говорю, если там живут наши, это наша земля, наша территория, если оттуда уйдут наши, туда придут не наши, и поверьте, они наладят работу, наладят заготовку, что-то придумают, туризм, развитие охотничьего, да, то есть как бы будут прилетать, будут охотиться, все варианты надо продумать, но это должна быть, это должна быть, я еще раз подчеркиваю, это мое мнение, я думаю, оно правильное, государственная программа по восстановлению охотно-хозяйственной отрасли, комплексная такая программа, и должны подтянуться специалисты, которые знают, что делать и как делать, они должны подготовить эту программу, они должны озвучить эту программу, и руководство страны должно понять, что нам это очень надо, и срочно это надо было делать еще вчера, если мы в ближайшее время этим не займемся, то мы и промысел потеряем, со временем мы потеряем спортивную любительскую охоту, со временем мы потеряем виды животных, а я назвал сайгака, я назвал салангоя, я назвал, значит, северного оленя, выхухоль, массу видов мы просто теряем, у нас нету на сегодня такого количества диких животных, которые могли бы жить на территории России, вот, но я думаю, я надеюсь, что все-таки нас услышат, меня услышат и призовут, и мы все-таки сделаем что-то хорошее, правильное для охотничьего хозяйства, и для нашей страны, и для наших охотников. Спасибо вам, и увидимся на следующей лекции. Спасибо. Спасибо.